на канал за гет поступил следующий вопрос моем сердце спрашивает вопрошающий очень много злости как ее победить как победить злость во первых надо понять от чего эта злость происходит от чего на сердце неспокойно от чего на сердце мрачно от чего на сердце тоскливо рыпотливо обычно вы две причины для злости первая причина ропот ропот на трудности ропот на какие-то скорби накид неожиданным стоит в жизни когда наше желание не совпадает с тем что происходит действительностью ну что можно сказать про ропот господь говорит что кто хочет идти за мной отвергнуть себя возьми крест вы следы за мной христианская жизнь она не бывает слишком легкой безбедной слишком такой безоблачный женская жизнь она будет разной и в центре христианской жизни можно сказать в ее основе лежит крестоношение потому что нет другого пути как пойти за христом как только через несение креста а несение креста это есть безропотное несение это безропотное терпение это безропотное принятие то что мы должны принять из вещи которые мы не выбираем которые нам даются которые на попускаются ну например какая-то болезнь все хотят быть здоровыми ну вот заболели но что делать ну что роптать надо постараться принять божью помощью болезнь она пропускается богом и болеет тело душа оживляется в это что страдающий телом перестает грешить сказано и в этом смысле для нас бывают некоторые страдания даже полезны для душевого очищения конечно все такие рассуждения абстрактные но тем не менее нужно с верой сказать что достойное грехам нашим приемлем и господи помоги мне стимул крест следующая причина злости который мы сейчас говорим это обида на того или иного человека но когда обиды становится старой привычной когда мы этой обидой как бы упиваемся и находим новые новые какие-то рассуждения чтобы поставить на место человека который нас когда-то обидел надо вспомнить что господь сказал прощайте причины будете каким судом судите таким судом осудит и вас какой меры мерите такой меры вам будет отмерено и это поможет обиду остановить если между нами и человеком поставить креста то тогда именно с помощью божией можно преодолеть обиду да остается какой-то след от обиды да остается какая-то душевная рана когда обида очень сильная но все же желание простить обидчика и образ христа перед собой поможет нам преодолеть вот это злое обидное такое мрачное внутреннее чувство и расположение души поэтому будем бороться с тропотом и будем прощать обидчиков и избавиться от всякой злости в сердце внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео